Морские пути после возведения Крымского моста не будут перекрыты, не переживаются. И строители приступили к возведению судоходной части сооружения. Арочный пролет установят на высоте 35 метров над уровнем воды. Благодаря этому суда беспрепятственно смогут проходить под Крымским мостом. Всего же строение поднимется на высоту 80 метров. Это сравнимо с Троицкой башней Московского Кремля. Сразу после острова Тузла мост постепенно начинает набирать высоту, приближаясь к фарваторному участку. Здесь он достигает наивысшей отметки 35 метров от зеркала воды. Еще выше на 45 метров. И там расположена наивысшая точка арочного пролетного строения, которую мы приступим собирать в ближайшее время. Таким образом, высота моста в фарваторной части составляет 80 метров. Сейчас строители возводят самые мощные опоры. Они-то как раз помогут мосту подняться на необходимую для движения кораблей высоту. Строительные работы на этом участке займут около года. Мост через Керченский пролив начали возводить в 2015-м. Он, напомню, свяжет материковую часть России с Крымом. Общая стоимость проекта, который финансируется из средств федерального бюджета, превышает 220 миллиардов рублей. Сейчас в строительстве принимают участие более 3000 рабочих из 20 подрядных организаций. Открытие автомобильного движения запланировано на декабрь 2018-го. Ждем с нетерпением.